Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Начинающие шахматисты очень часто задают вопрос, кто сильнее, слон или конь? Верный ответ, конечно же, зависит от ситуации на доске. В открытой позиции обычно сильнее слон, в закрытой конь. Хотя, конечно, возможны исключения. Сегодня мы с вами рассмотрим очень поучительный примерно эту тему партию седьмого чемпиона мира Василия Смыслова, которую он сыграл в рамках 14-го чемпионата Советского Союза, проходившего в Москве в 1945 году. Соперником Смыслова был мастер спорта Иосиф Рудаковский. В этой партии искусной игрой Василию Смыслову удалось добиться того, что в миттельшпиле его конь, занявший центральное поле Д5, оказался намного сильнее плохого слона соперника. Итак, Е4 сыграл Василий Васильевич, Иосиф Рудаковский ответил ходом С5. Сицилианская защита. Конь Ф3, Е6, Д4, размен. Конь Ф6, конь С3, Д6. Черные избирают так называемый схвенингенский вариант. После слон Е2, слон Е7, рокировки, слон Е3, конь С6. Ф4 играет Василий Смыслов. Известная идея. Белые могут перевести ферзя на Ж3, также в определенный момент продвинуть одну из пешек. Ферзь С7, ферзь Е1, взяли, забрали Е5. Интересный момент. Попытка выиграть пешку Е5 на связке, после размена на Е5 и ферзь Ж3, парируется ходом слон С5. И белым приходится менять слонов, король Аш1, король Аш8. Эта примерно равная позиция возникла в партии Спасский Таль, 1974 год. После непродолжительной борьбы соперники заключили мир. Поэтому Смыслов играет более сильно, сразу, отводя слона на Е3. И здесь черные допускают серьезную неточность. Лучше было вывести слона на Е6 после предварительного размена на Ф4, как было в партии Крамник Анант, Монте-Карло, 2004 год. Но Иосиф Рудаковский не прочувствовал тонкости этой позиции, сразу сыграл слон Е6, позволив Смыслову с темпом продвинуть пешку на Ф5. И в этом положении черные допускают уже серьезную стратегическую ошибку. Меньшим из зол было слон Д7, с тем, чтобы перевести слона на С6 с атакой пешки Е4. И если белые сыграют Ж4, а на слон С6 отойдут слоном на Ф3, защищая пешку, с дальнейшим Ж5, то черные отвечают мощным контрударом Д5. А после ЕД Е4, и на конь Е4, конь Д5, нападая на слона. Тут черные уравнивают игру. Но в нашей партии Иосиф Рудаковский пошел на размен белопольных слонов, который, по сути, выгоден белым. Черные сыграли слон С4, и после размена на С4, нападение на пешку Е4, им казалось достаточным для того, чтобы в конце концов уравнять игру. Но ходом слон Ж5, Василий Смыслов сразу показывает, что дальнейшая часть этой партии будет проходить под его диктовку. Как пишет сам Василий Смыслов в примечаниях к этой партии, это очень поучительный пример того, как в подобных позициях нужно использовать слабость пункта Д5. Теперь неизбежен размен на Ф6, после чего белый конь прочно утверждается на поле Д5. Это обстоятельство открывает перед белыми перспективу прямой атаки на черного короля. Действительно, после ладья ФЕ8 Смыслов сразу разменялся на Ф6 и утвердил коня на Д5. В дальнейшей борьбе конь белых, по сути вечный конь, которого нельзя ни прогнать пешкой, ни разменять, будет явно сильнее плохого черного слона. Как это часто бывает в партиях сильных шахматистов, общая стратегия подтверждается расчетом конкретных вариантов. Брать на С2 плохо, потому что белые сначала играют ладья Ф2, нападая на ферзя и защищая пешку Б2, а после отхода по вертикали С, нужно держать контроль над пунктом С7, белые играют ладья С1, и в любом случае объявляют вилку. После выигрыша качества позиция обретает технический характер. Также после хода конь Д5 ничего черным не дает шах и взятие на Б2, потому что белые не играют конь С7, а разрушают пешечную структуру соперника ходом конь бьет Ф6. Далее Ф4, король Ж7, ладья Д1, и у белых прекрасные шансы добраться до черного короля. Поэтому Иосиф Рудаковский отвел слона на Д8, белые играют С3, и тут черные ставят пешку на Б5. Рудаковский пытается завязать игру на ферзевом фланге, но Василий Смыслов играет Б3, после шаха отходит на Аш1, а на ладья С8 ставит ладью на Ф3. Доминация белого коня над черным слоном очевидна. Конечно, черные должны учитывать, что белые в удобный момент могут сыграть Ф5-Ф6, пытаясь разрушить позицию короля черных. Но ход Ф7-Ф6 лишь ухудшал слона. После ладья Аш3, ладья Ф8, ферзь Аш4, нападая на пешку, белые заставляют еще одну черную пешку встать на черное поле, ферзь Ж4 с угрозой ладья Аш6, продолжая атаку. Поэтому после ладья Ф3 черные сыграли король Аш8, и Смыслов не упустил возможности продвинуть пешку на Ф6. Если сыграть Ж6, то уязвимость поля Ж7 играет решающую роль. Ферзь Аш4 с угрозой матов два хода и достойной защиты не находится. Так как на, например, А5 можно сыграть Ферзь Аш6, и далее на ладья Ж8 просто отдать Ферзя и поставить мат. Это довольно известный комбинационный мотив. Поэтому после Ф6 черные все-таки забрали пешку. Белые, конечно же, не берут на Ф6 конем, потому что эта фигура намного сильнее слона. Смыслов разрушил пешечную структуру соперника, ослабив пешку Аш7 и играет Ферзь Аш4 с угрозой ладья Аш3, при этом трижды нападая на пешку Аш6. Ладья Ж8 с идеей поставить ладью на Ж7, защищая на Аш7. И тут взятие на Аш6. Белые создали угрозу мата. Если сразу разменяться на Ф6 и после ладья Ж7 ладья Ж3 пойти ладья СЖ8, то мы получим ту же позицию, которая возникла в партии. В нашем же поединке черные сначала сыграли ладья Ж7 и тут ладья Ж3. Смыслов создал угрозу мата в два хода. Например, на Б4 можно отдать Ферзя и поставить вот такой красивый мат. Поэтому пришлось уже брать на Ф6. Рудаковский забрал коня слоном и после взятия угрожает мат. Ладья СЖ8 ладья Д1. Наконец, ферзевая ладья белых, стоявшая в углу, входит в борьбу. Черные на королевском фланге совершенно обездвижены. А черный ферзь в одиночку не справится с белыми фигурами. Понимая, что сохранить пешку Д6 не удается, Иосиф Рудаковский в отчаянии сыграл Д5. Но после ответного ладья бьет Ж7 сдался. Дело в том, что после взятия ладьи ход ладья Д5 это двойной удар. Угрожает взятие Ферзя, а также ладья Д8. Кстати, на этом поле ладья белых будет поддержана Ферзем. Поэтому тут материальные потери для черных неизбежны. Вот такая, казалось бы, очень простая, но в то же время весьма поучительная партия. В определенный момент Василий Смыслов использовал стратегические ошибки соперника и сумел получить мощного централизованного коня Д5, который впоследствии стал дирижером атаки на черного короля. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.